Это село хоть и находится на берегу Кубани, но вода – главная проблема жителей. Вопрос водоснабжения в Садовом скоро решится. До конца года там планируют построить объект, который так и называется – водоснабжение села Садового. И с появлением долгожданной живительной влаги в Садовом снова зацветут сады. Аслан Гирюгов расскажет подробнее. На левом берегу Кубани расположилось село Садовое, и ему уже исполнилось 109 лет. Название говорит само за себя. Когда-то Садовое утопало в садах. С годами многое изменилось. Сейчас люди живут обычной жизнью, занимаются своими огородами. Но урожай не очень, так как поливать нечем. Проблема с подачей воды в селе Садовое началась еще в 2002 году. Тогда, после наводнения, смыло водонапорную башню. Но в каждом дворе был колодец, и жители села спокойно отнеслись к потере. Вскоре уровень воды в реке начал уменьшаться, и запасы жизненной влаги в колодцах закончились. В 2006 году построили водонапорные сооружения, но так как река сменила русло, проблема подачи воды вновь стала актуальна. На сегодня строительные работы начаты, ведутся с июня месяца. Сам проект предусматривает устройство водозаборного сооружения, конкретно оголовка железобетонного оголовка водозабора. Фильтрационное поле предусматривается проектом. Водонапорная башня Рожновского для регулирования воды. И водопроводные сети порядка 9,5 километров. На сегодня работы ведутся по фильтрационному полю и восстановлению деривационного канала, то есть подающего канала. Постройка данного сооружения входит в реализацию федерального проекта «Чистая вода» и национального проекта «Экология». Это позволит обеспечить качественной питьевой водой значительную часть населения Карачаево-Черкесии. В настоящее время в республике ведется работа по оценке состояния объектов систем водоснабжения. Начались работы по программе «Чистая вода», строительство водозабора, строительство очистных сооружений, строительство уличных сетей. Это все планируем завершить к концу этого года. Руководство села и республики приложит все усилия, чтобы объект был сдан в эксплуатацию в должный срок. Данные работы будут продолжаться до конца года, после чего жители села будут обеспечены качественной питьевой водой. Аслан Гирюгов, Вести, Карачаево-Черкесия, Дагихабинский район.